Всем привет! Это канал Про Цветок, на котором мы рассказываем простым и доступным языком про уход за садом и огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий, и сегодня я расскажу о признаках нехватки питания у рассады томатов и перцев, а также расскажу, какими удобрениями эти недостатки можно устранить. Очень часто начинающие огородники принимают недостаток питания за заболевание либо признаки появления вредителей и начинают заливать свою рассаду различными химикатами. Но сегодня я хочу вам помочь разобраться в проблеме и в том, как ее решить. В домашних условиях чаще всего рассада ощущает недостаток азота, и происходит это чаще всего при использовании некачественного, несбалансированного по питанию грунта. Перед вами стоят томаты, и посажены они в грунт питательный, очень качественный и сбалансированный по питанию. Поэтому можете обратить внимание, что листья у них темно-зеленые, насыщенного хорошего цвета, рассада полноценно развивается, и никаких признаков нехватки питания нет. Причем, что рассада ни разу не подкармливалась, она и так хорошо развивается. Итак, для чего же нужен азот? Во-первых, азот отвечает за рост и развитие растения, участвует в восстановительных и окислительных процессах, а также поддерживает водный баланс в растении. Признаки нехватки азота следующие. Если вы заметили, что на нижних листьях рассады, на более старых листьях, возникает пожелтение, причем осветляются вначале жилки листа, а затем и вся листовая пластина. Если растению остро не хватает азота, то пожелтение распространяется и на более верхние молодые листья. В итоге растение затормаживается в росте, выглядит очень тонким, хилым и слабым, а листья, особенно молодые, выглядят очень бледными, блеклыми. Поэтому нужно такое растение обязательно подкормить азотными удобрениями. Для устранения недостатка азота наиболее эффективна подкормка азотными удобрениями. Это всем известно карбамид, либо сульфат аммония. Но между этими удобрениями существует два очень значительных отличия. И сейчас расскажу про эти удобрения более подробно. Например, возьмем первое удобрение карбамид. В нем содержится 46% азота, и оно может применяться на всех типах почв и практически для всех растений. Чтобы подкормить рассаду, нужно подготовить водный раствор удобрения, слабоконцентрированный раствор. На 1 литр воды берем примерно 5-6 гранул удобрения, растворяем в воде и затем проливаем нашу рассаду. Нужно отметить, если почва сухая, то, конечно же, перед подкормкой удобрением ее нужно увлажнить, чтобы не пострадала корневая система. Многие огородники не любят заморачиваться с такими водными подкормками. Значит, такое удобрение можно применять и в сухом виде. Для этого, опять же, увлажняем грунт наш, где растет рассада, и зубочисткой проделываем несколько отверстий, и в каждое забрасываем по 1-2 гранул удобрения. Вот на такой кустик томатов, если он ощущает недостаток азота, примерно 3 гранулки удобрения, и растение начнет постанавливаться в цвете, начнет отрастать более темная листва, и оно будет хорошо развиваться. Теперь расскажу о втором удобрении. Это сульфат аммония. В нем содержится 21% азота и 24% серы. В отличие от карбамида, такое удобрение можно применять не на всех типах почвы. Его можно применять, если у вас грунт, в котором растет рассада, нейтральный. В этом случае такая подкормка пойдет только на пользу. Но если у вас субстрат кислый, то такое удобрение применять нельзя, ведь оно будет еще больше закислять грунт, и растения могут плохо развиваться. Сульфат аммония можно применять не только для подкормки рассады, но в саду и огороде, особенно для тех растений, которые предпочитают кислую почву. Это всем известная голубика, брусника, клюква, гортензи и другие растения. Но что же делать, если почва у вас на огороде кислая, а вы уже купили такое удобрение? Значит, осенью нужно провести известкование, нейтрализовать кислотность почвы, а весной вы уже сможете спокойно вносить такое удобрение под перекопку грядок под овощные культуры, либо подкармливать различные другие плодовые культуры в своем саду. Хочу отметить, что и сульфат аммония, и карбамид можно использовать ранней весной для подкормки растений. Их можно сыпать уже по талому снегу, чтобы они быстрее растворялись и впитывались в этот земляной ком, и корни растений быстрее получали необходимое питание. Поэтому, когда снег на улице еще лежит, но начал таять, можете спокойно подкормить, например, сульфатом аммония голубику, а карбамид внести на грядки, где у вас посажен азимый чеснок, либо лук. Такая подкормка пойдет только лишь на пользу. Эти удобрения есть у различных производителей с такими же названиями. Но лично я покупаю эти удобрения у своего белорусского отечественного производителя Азот Хемфортис и всегда доволен результатом. Мне нравится их отличное качество и доступная цена. Продаются они в очень хорошей качественной упаковке с отлично прописанной таблицей использования. А это отличная шпаргалка для огородника, особенно начинающего. Приобрести их можно и в нашем интернет-магазине. Про цветок ссылочки мы оставили под роликом в описании. Второй элемент питания, при недостатке которого возникают проблемы с рассадой, это фосфор. Фосфор отвечает не только за синтез углеводов, но и отвечает за нормальное развитие и полноценное развитие растений. Недостаток фосфора сложно спутать с другими проблемами. Листья приобретают голубоватый цвет, они теряют глянцевость. В запущенных ситуациях листья могут становиться голубыми, либо красными, а может быть и пурпурными. На нижних участках листьев появляются некрозные пятна. В итоге листья постепенно засыхают, и растение, конечно же, затормаживается в росте. Устранить дефицит фосфора можно с помощью фосфорных удобрений. В первую очередь это суперфосфат, это фосфоритная мука и другие виды удобрений, которые содержат большое количество фосфора. А теперь расскажу, как устранить эту проблему с помощью суперфосфата. Это удобрение достаточно тяжело растворяется в воде, поэтому растворять гранулы вот этого суперфосфата нужно обязательно в теплой воде. Берем литр воды и добавляем туда 3-4 грамма удобрения суперфосфат. Все это растворяем и подкармливаем рассаду. И опять же, не забывайте правило, что любые подкормки любыми практически удобрениями должны проводиться по влажной почве. Поэтому перед подкормкой почву, где растет рассада, обязательно увлажните чистой водой. Впрочем, для подкормки рассады с целью снабжения фосфора можно использовать и натуральные удобрения, например, дрожжевой настой. В этом настое есть и азот, и легкодоступный фосфор, который будет помогать нашим томатам и перцам полноценно развиваться. О том, как приготовить дрожжевой раствор, я рассказывал ранее в роликах. Если вам эта тема интересна, можете поискать у нас на канале ролик и посмотреть его. Третий основной элемент питания – это калий, который отвечает за поддержание иммунитета, за поддержание водного баланса и устойчивости растений к стрессам. Недостаток калия можно распознать по следующим признакам. Во-первых, идет подсыхание, подгорает край листовой пластины. Это называется краевой ожог листа. Страдают в первую очередь более нижние, старые листья. На них могут появляться также небольшие некрозные пятнышки. Для устранения нехватки калия следует применять различные калийные удобрения. Это может быть калиймагнезия, сульфат калия, либо древесная зола. Из этих удобрений я предпочитаю использовать древесную золу, потому что это бесплатное удобрение. Золой можно подкармливать и томаты, и перцы, да и другие различные культуры, как в сухом виде, так и готовить водные растворы этого удобрения. В золе, кстати, содержится до 13% калия, а также фосфор, кальций и другие так необходимые для нормального роста и развития рассады микроэлементы. Подкармливаю я свою рассаду следующим образом. По влажной почве рассыпаю немножко золы в горшок. И затем, когда я провожу полив, зола постепенно проникает в глубь корням и питает рассаду. Но можно готовить изольный настой. Для этого нам понадобится 2 столовые ложки золы на литр теплой воды. Все это размешиваем, настаиваем пару часов и настой для полива готов. Итак, сегодня рассказал о недостатке трех основных элементов питания. Азота, фосфора и калия и способах их устранения. Но кроме данных недостатков, бывают еще и недостатки микроэлементов. Бора, цинка, магния, кальция и так далее. Обо всем просто невозможно рассказать в одном ролике. Поэтому, если у вас возникли вот такие проблемы с рассадой, то обязательно присылайте нам свои вопросы с фотографиями. У нас есть специальный сайт про цветок.нет, куда вы можете прислать фотографии своей рассады, написать вопрос. И наши специалисты помогут определить проблему с вашей рассадой. И всегда подскажут понятное, доступное решение. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok